Депутаты городской думы занимают свои места в зале. Очередное заседание начинается с традиционного поздравления именинников. Но задерживаться на приятном моменте некогда. На повестке дня 27 тем. Среди них обсуждение социальной программы для молодых семей, уточнение бюджета городской казны, выделение средств на программу расселения из аварийного жилья. По переселению из ветхоаварийного жилищного фонда мы добавили сегодня в рамках корректирования бюджета 130 миллионов рублей. Те необходимые средства, которые пойдут на выплату разницы между суммой, которую фонд ЖКХ нам предоставляет на оплату нового жилья, и реально сложившейся стоимостью квадратного метра жилья в городе Иркутске. Для того, чтобы несколько десятков семей получили новые квартиры и переехали из ветхоаварийного жилищного фонда. Очень большое внимание на заседание было уделено юбилейным объектам города. Их строительство ведется и днем, и ночью. Задача минимум – закончить основные работы к 14 сентября. Об этапах масштабной стройки доложил Игорь Борисов. В июне продолжались работы по возведению юбилейных объектов. По модульному бассейну на территории Дворца спорта «Юность» на 100% выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, теплоснабжения, водоснабжения и канализации. 1 июня 2011 года начаты работы по реставрации и приспособлению памятника истории и культуры конца XIX века, усадьба Сукачева, каретная школа для девочек, усадебный комплекс и парк. Продолжаются работы по строительству 130-го квартала. Ряд объектов выполнен на 80-90%. Еще одна важная тема на заседании – развитие туризма в Иркутске. Создать современную навигационную систему, чтобы иркутяне и приезжие могли легко ориентироваться в центре города. Протяженность экскурсионного маршрута будет около 7 километров. Планируется, что в него войдет 31 исторически значимый объект. О работе над таким проектом рассказал Алексей Аль-Мухамедов. Это проект связан с нанесением визуального тура, визуальной информационной линии по асфальту. Создание виртуально-телефонного тура. То есть на каждом объекте, на каждом 31 объекте будет стоять телефонная метка. Можно будет позвонить по бесплатному номеру телефона с мобильного телефона и получить информацию про объект на выбранном языке. А также создание интернет-туров, в котором можно будет предварительно получить информацию. Возле каждого объекта предполагается установка информационного стенда, на котором нанесена информация по историческому прошлому объекту и по нынешнему состоянию данного объекта. Кроме того, Дума приняла решение о финансировании ремонтных работ в 14 образовательных учреждениях города и о возмещении расходов на ремонт арендуемых у муниципалитета помещений. В целом депутаты сегодня оказались очень сговорчивы. За все изменения предложения голосовали положительно. Мария Войцешко, Александр Барановский, Городской информационный канал Камертон.